друзья здравствуйте сегодня хочу снять видео не только о цветении сейчас мало вообще что цветет а о приживаемости растений потому что получаем мы и как они себя ведут позже ну начну я с котлей это котлей она приехала во мхе я немножко добавила мха и пока так и выращиваю можно не обращать на то что сухие сейчас 32 градуса достаточно жарко здесь лодочки стоят получены маленькие мазинги вот они все дали ростики все отлично растут я их не пересаживала я просто поставила их другие горшки дальше котлея которая была посажена сейчас я покажу мух с корой когда я не раз плетаю кум х принципе его никогда не раз плетая края горшка пододвигают этот маховой корм кум и засыпаю архиаты поливаю я не сюда где ком а только в архиату и тогда корни идут и хорошо приживается растения можно видеть новые росты некоторые растения пока еще вот так вот сидят я не пересаживала это растение сорт эпидендрум селиары на пьяна красивый гибрид тоже гибрид будет свести он уже сверши здесь пошел рост тоже уже надо намного больше горшок брать то же самое ком и архиаты растения которые приходят просто в коре с ними то проблем вообще никаких поставил растет вот чехол там даже бутончики завязались более маленькие котлеи которые я еще не успевала никуда пересаживать пока просто они в в этом маховом коме так и сидят так я делаю когда уже растение переросло мох и уже просто вылазит из него тогда вот я так делаю здесь эти санта барбары приживается тоже но было 4 бульва без корней просто посажена в архиату корешочки отлично растут здесь котлей здесь бразилия которую сажу как открытая корневая система кора сверху мох нужно видеть даже уже рост и скорее с него она и уже будет свести за растение взрослая цвюши так дальше пока я показываю растение которое уже давно находится в теплице вот та же самая ситуация ком и подсыпал архиаты и растение активно пошло в рост здесь еще не пересаживала но как видите корни и уже нужно пересаживать будет иначе она затормозить свое развитие и будет пустые росты гнать и цвести она не будет это надоза в адигезе по моему да она и есть тоже пока не пересаживала здесь есть хотя бы куда парням расти падает тут тоже пересажены то что горшочки вообще были 17 так здесь я не трогала если она так и пришло в широкий был ком мха поэтому здесь было куда расти росту что здесь у нас еще интересного здесь у нас бифринария пустила рост там видно уже пустила корни потому что бульба начала надуваться дендробиумы не в принципе так и остались но иду я котлеем которые многих очень потом вызывают вопросы и погибают они из-за этого котлеи полученные от сузуки с бразилии все помню что они были с открытыми корнями я видео снимала как они себя ведут они начинают терять турго тургор листьев почему потому что растение нет корней она забирает воду откуда она может воду забрать это с листьев это не страшно и не надо заливать и не надо замачивать это предел нормы что происходит в это время с растением она начинает активно и не хватает плаги запускать корни так как поливается опрыскиванием по верху мха немножко попадает вода туда мух образует подложку и на задерживает эту воду и корни стремятся к воде потому что там влажный она дает в это время ростики и и когда корни достигнут уже дна горшка и рост где-то будет вот такой корни отопьют старые листья это не страшно многих у меня были растения на передержке тоже получала о кс и когда весной растения имели небольшой тургор но здесь было плетено все корнями задавали вопросы почему я потому что пока не вырастет рост она идет на развитие роста и так ведут они себя все поголовно кто-то в большей степени кто-то в меньшей более маленькие котлеи это кто у нас фойникс дуриган он небольшой поэтому вот он больше всех теряет только но тоже можно видеть что идут пропущий с подложечку снять вот видите вот так вот корешочки и вот я поднимаю сверху мог сухой а внутри то влага сохраняется и растение отлично растет что мне еще там показать попробовать у меня мелкие впереди стоят вот здесь тоже в общем на всех растениях на всех что я получила на всех пошли новые росты новые корни вот тоже самое ростики и под ними и там пошли уже новые корешки пока еще времени мало никто он никакие корни вдоль горшка не пошли только у единиц растений потому что времени мало ты наверное жарковато мне зимой больше нравится влажность выше температура ниже корни как-то быстрее развиваются что у нас еще до такого интересного есть но в принципе они вот так вот все выглядят с потерянным туркером но в активном росте корней и роста вот тоже у меня была шалериана небольшая она пока не обросла корнями это мое растение она тоже теряла туркер сейчас растение отпилась растет рост выглядит она замечательно тут дендробиум и морковки моей коллекции как здесь еще у меня есть есть более мелкие здесь шалерианы тоже хочу показать их как они себя ведут это более свежие поэтому я не показываю них еще они не пошли в рост но вот шалериана тоже полученные пока туркер потерян но она вырастила вот рост плотный пошли вон корешки не знаю возьмет не возьмет камера вот он вон туда вот вниз уходит это тоже и свежие поставки поэтому не показали он еще из старой тоже шалериана небольшая вот тоже пошел рост пошел новый ростик маленький это же видно пошли корни но я особо не поднимаю мог раз растения не гибнет значит все нормально поливая по мху опрыскивание эти котлеи были люковские они пришли в мхе у него я в коре посаженные поэтому что них рассказывать рассказываем о растениям которые нужен уход тоже было вот 4 бульба но они так как будь их были туберы более плотные поэтому тургор листьев не теряет пока ну дала вот такой вот хороший жирный рост и дала корни джанхали она это одна из самых наверно проблемных лаэли что она как она себя ведет тоже тургор потерян просто вот сильно но то же самое она пошла в рост в это время растение нельзя заливать нужно выдержать вот этот вот грань чтобы она и растила корни и не погибла если морщит листья даже можно каждый день опрыскивать по листу растение хорошо пьет листьями даже так что здесь у нас более тоже свежая поставка так что у нас здесь весь рост ну этот рост это папура то поэтому она достаточно быстро даст корни пойдет в рост даже при потерянном туркари рост не значится нормально есть котлей которые более лучше и быстрее наращивают ну все зависит от стадии развития растения людомониана пока рост корней еще нету а здесь гаскеллиана но мне кажется что это конечно не гаскеллиана перед до маньян но по туберам это все видно причем наверное какая-то голубая под посмотрим пока ну вот она что у нее был сформированный рост свежий и людомониана корни дают от сформированных ростов и можно увидеть вот такая вот корневая система конечно пересорт ну посмотрим что процветет даже маленькие варны и которые вот приходили ну варнари не варнари варнари все правильно приходят всегда небольшими тату гаскеллиана была тоже дала корня она была с ростом рост доформировала и пошли активные корни наверное поливать я буду сегодня вечером так вернемся ну ванда я уже показывала еще перейдем на котлеем которые колумбийские наверное самые проблематичные котлеи с которыми очень тяжелая у них приживаемость что у меня получается ну это конечно что осталось ну показываю значит это у нас фабула в общем фабия фабия была с ростом доформировала и то же самое пошли корешки конечно я пользуюсь стимуляторами я уже говорила что пользуюсь келпаком и пока они в стадии развития корней я где-то раз в полторы недели им опрыскиваю растения ну растения дорогие поэтому надо как-то их стимулировать то же самое здесь происходит с сантандре я взяла у нее в колумбии потому что думаю что будет цветок красивее у меня есть моя сантандре но она даже внешне немножко по-другому выглядит у колумбийца они колумбийки они выше растения сама у меня где-то вот такой вот хотя тоже взрослая ну в общем посмотрим так достанем что-то у нас еще есть здесь у нас есть тоже фабия так как у них несколько штук наверное 5 что произошло здесь здесь пошла подгнивание бульбы ну в таком случае когда вот такие проблематичные растения не режу я максимально обрабатываю фунгицидами чтобы растение само засушила проблемную зону все верно сделала от бульба высохла дальше ничего не пошло но пошел у нас новый ростик вот он корней видно нет но так дальше дальше кто это нас на на тоже она же до фабия здесь рост пожирнее тургор менее потерян в общем растение неплохо себя чувствует но видно что пошли корни во внутрь поэтому и не потеряла ничего фабия показала в принципе неплохо приживается что у нас еще здесь есть магия рафаэля магия рафаэля это то что в подростках было purple что тут у нас тоже резала изначально часть нет наверное не резала ну в общем пошел тоже корневая система неплохая и пошел тоже новый рост кто у нас здесь еще тоже магия рафаэля причем это одни и те же они нумерации разные магия lavender честно я думала что растение просто погибнет но ничего маленькие корешки пошли рост она пришла с ним он не деформировался и дал вот внизу можно видеть почку да вот она почечка бужик будет наверное эту всю колонку покажу хардиана purple тоже самое проблематичные зоны замазывала это же пошли корни пошли почки надуваться будем растить и хардиана purple другой но тоже тоже пошел ростик в общем принципе вся колумбия прижилась но конечно над растениями этим нужен уход нужно внимание это не так посадил растет как говорится попрыгать надо здесь варшевичи пока пока движения нету сушит листья теряет тургор ну смотрим процедуры все те же самые пока еще по моему несколько погибло пошла гниль даже кто кое-где пошел корешок и новый рост на утром тут я свои растения которые себе оставляю на себе прикупила amazing golden star желтый но такое не было хаят дэлайт на амазинг тоже красивый гибрид еще там растения ну что у нас здесь посадила я ела уберт посадила в архиад он 1218 архиады ушло много ну посмотрим их я не закладываем потому что это немножко другие растения образовольного типа у меня уже были такие просто кора и поливать опрыскиванием и все дальше они должны пойти в рост я обработала все дальше гнили не идет вот они поменьше побольше кустики ну вот такое видео рассказала о прижимаемости котлей кому было интересно посмотрели пока пока